Ослабляют страну и грабят наш народ. И более того, я хочу сказать о том, что Коммунистическая партия Российской Федерации является продолжателем того славного дела русских большевиков, которые устроили Евразийскую империю, воссоздали наше русское большое пространство, именно в том виде, в котором оно должно было существовать всегда, неважно в каком качестве, Святой Руси, Российской империи или Советского Союза. Это было торжество нашей державы, которая нельзя в этом заботе. Поэтому мне особенно приятно вот здесь присутствовать тех людей, которые не забыли Советский Союз, молодежи, многие из которых, когда Советский Союз распался, им было совсем мало лет, им даже не было еще вообще никаких лет. Это действительно очень приятно. Очень знаковым событием осенью этого года было то, что Путин объявил на создание Российского Союза. Мы не думаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Я вел деградации и распаду, потому что мы видим, что именно сейчас Соединенные Штаты стоят за всеми цветными революциями, которые происходят в мире. Так же происходит и сейчас. И когда мы все больше с каждым годом разочаровываемся в нашей власти, разочаровываемся в нашем президенте, который не может устраивать никого. Он не устраивает либералов, потому что он серая лошадка Путина. Он не устраивает патриотов, потому что вокруг него есть инсор, юридский гонтмахер. Он не может устраивать никого, и мы устали уже это терпеть. Но наш протест пытается оседлать силы очень враждебные нам. Это оранжевые. И если протест общенародный, то почему мы видели на болотной площади злобные харио тех либералов, тех воров, преступников, которые в 90-х годах грабили нашу родину, которые плясали свои танцы попсовых телевизоров на обломках нашей империи. Мы должны сейчас сделать так, чтобы наш процесс консолидировался вокруг здоровых сил. Мы должны послать либералов куда подальше. Потому что на их стороне нет ничего, за ними не стоит народ. Вся наша политика финансируется либо из администрации президента, то есть это все эти убогие движения вроде наших, а вторая госпиталь финансируется госдепартаментом США. И это очень опасно. Но я хочу сказать о том, что на самом деле Путин не будет предотвращать оранжевую революцию, потому что он сам, так же, как и эти либералы, зависим от Запада. Потому что наша властная элита свои капиталы предпочитает хранить в западных банках. Потому что наш золотовалютный резерв по-прежнему находится в США и работает на их экономику. Они сами привязаны, они сами марионетки того самого гнилого, преступного, совершенно античеловеческого режима, который представляет угрозу не только России, но всему человечеству. Потому что это гносиологический расизм. Это расизм не националистический, но расизм цивилизационный. Когда именно они, Запад, считают себя цивилизацией, а всех остальных народов варварами. Поэтому здесь сейчас мы должны прийти вот к чему. Нам нужно формировать третью силу. Эту третью силу, независимую от Запада. Мы должны бороться одновременно с олигархами, с либералами в Кремле и с либералами на улицах. Мы должны поставить себе принципы империи, державности и социализма. Спасибо. Спасибо.